здравствуйте эта программа открытый диалог сегодня у нас спортивный эфир и мне приятно представить не просто спортивный эфир а это еще и речь пойдет об аэробике помнится мне такое конце середине 80-х годов вот еще в горбачевскую эру аэробику стали показывать по телевидению и все ударились даже пластинки как сегодня называют винил выпускали и многие женщины самого разного возраста ну и конечно же молодежь и дети а вот сегодня нас гостях профессионалы ксения степана сосновская мастер спорта россии по спортивной аэробики и главный тренер отделения этого вида спорта спорт клуба надежда аэробика такое вот тоже название много раз будет слова и робика сегодня звучать но и прежде всего на основатель самого самой спортивной аэробики вот с этим люберецким привкусом находится здесь у нас в студии и первая участница которая является воспитанницей этого клуба анна рябинина здесь у нас в студии здравствуйте здравствуйте какие вы красивые вот что делает с людьми аэробика в самом разном вот мне на мне пора в аэробику или вас только девушки занимаются нет нашем виде спорта и девушки и мужская рубрика тоже да да понятно но мы сейчас говорить о аэробике который занимаетесь вы вот сразу же первый вопрос ксения степана сказать а зачем вам нужна была аэробика вот мне сказали что вы прям основатель у нас этого жанра тут ну я сама занималась спортивной аэробикой практически самого детства сначала как любитель да просто вот ну да сначала как любитель потом потихоньку пошло 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 мне стало интересно и получалось я участвовала сначала на уровне городских соревнований вообще я из города новосибирска обывал там у вас новосибирск а потом потихоньку наш тренер нас стал вывозить на соревнования более крупные да и нам все это нравилось я выступала и в команде и в паре пошли медали да но мне просто это нравилось я этим жила и продолжаю мы сейчас продолжим а вот у айна спросим вас кто привел на аэробику ну мама с папой получается мне привели потом год это вам сколько было когда привели вас мама с папой два года до потом на год перестали потом опять пришли я все равно начала плакать то есть вы плакали что вы на плакал она у меня сидела на коленках но за два наверное но я говорила родителям давайте попробуем чуть попозже а то есть начале плакал и да и два годика было сложно было понять боялась она не хотела она или еще что то сейчас не помните себя уже в два годика да как плакали нет только медали помнят наверное да вот потом они взяли перерыв и анютка пришла уже в три года а вы сами попросили чтобы вас отвели или нет мама с папой просто захотели видимо значит понравился он все-таки ну вы как наставница понравились они решили вас все-таки продолжать с вами сотрудничать и как по разуме его потом нам пошла рассказала то что все они не жалейте что кси степан меня не жалела я сразу поняла и начала не не получает нравится это же танцы до танцы такие спортивные по дому а дома тоже что он танцевал наверно поэтому мама с папой привели да нравится да и получается уже пять лет до в этим занимаетесь ну 4 до 4 с учетом того пропад вот такая длинная история творческая спортивная судьба тогда сразу же вопрос к вам еще к себе степана скажите а с какого вот возраста если они приводили в два года то когда можно начинать заниматься но вообще как бы я тренером уже очень давно работаю 19 лет и раньше я брала детей с 5-6 лет а сейчас я стала брать гораздо раньше вот с 3 ну и детки немножко стали уже пара просто сейчас уже в 5-6 в 6 уже можно участвовать во всероссийских соревнованиях дети вот они например она уже участница неоднократных не один раз выезжала на всероссийские соревнования победитель вот на ней медали на шоке вот смотрю что ногой ох ты будешь поэтому я считаю чем раньше начнет ребенок заниматься тема лучше давайте ма анечка вот возьми так поднимите их все вот сюда вот вот так да 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 самое сложное первое самое любимое помните зеленограде чего надо было сделать какая была программа тогда в зеленограде баба реки чего это есть под музыку барбарики она так и вы готовились к этому это было что за первенство это первенство спортивного клуба феникс было зеленограде аня выступала первый раз и было четыре годика да я ее выводила за руку потому что она боялась большой площадке и судей я да я даже боялась что она уйдет с площадки но она от начала до конца сделала упражнение я даже не помню какой мы туда место за ней там не было ведь уже не по звезды уже не помнишь как давно это было после этого было очень много стартов а помнишь да как боялась что вот а почему боялась а потом как получилось что все таки уже видимо боялась что боялась того что буду бояться и решила выступить правильно и хорошо было да а вот какое ощущение после того как выступила когда уже все закончилось все выполнила это нормально нормально да потом награждение было какое-то же место все равно заняла так а когда было первое место ты помнишь где на каком соревновании когда была первая такая серьезная медаль как ты считаешь не много первых вот видите уже все перепуталась голове у спортсменки хорошо последнего старта в петербурге у нас были санкт-петербург июнь месяц там были соревнования не только как бы города россии принимали участие но и приехали казахстан и белоруссия то есть статус соревнования международный да и соревнования делились на награждение были на всероссийские и на международный так вот анютка и в соло и в трио и в групповом упражнении то есть они как бы с медальками в групповом упражнении групповом упражнении они стали первыми да они тоже в составе еще с ней четыре девочки а вот скажите вам лучше как в соло выступать или или а когда втроем уже кто-то ошибется да 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 вот так вот потом тренер ищи кто виноват а тренер же все видит синхронно что она еще надо все выполнить да или какие там фигуры вообще что входит вот мы же воспринимаем слово спортивная робика некоторые особенно опять же из тех 80-х годов что это некий танец переложены ну на спортивную основу вот что такое спортивная робика сегодня но спортивная робика вот как вы говорите это танец то есть ребенок или уже взрослый спортивный выполняет определенные упражнения движения под музыку и в этом упражнении показывает сложно координированные элементы из спортивной художественной гимнастики и акробатики то есть мы можем использовать элементы спортивной гимнастики то есть дети делают упражнения из серии силовых например углы то есть они удерживают себя на руках вращение на углах стойки на руках и акробатика то есть все переходы на руках фляг сальто более в старшем возрасте то есть как бы такие элементы из акробатики из художественной это гибкость все вращения то есть повороты махи на гибкость элементы шпагаты из художественной гимнастики заимствовано все это очень наложено на быстрый темп музыки то есть где-то 155 165 ударов в минуту и дети выполняют сложно координированные упражнения именно вот под музыку а скажите а сколько вот тренировка проходит у вас сейчас вы уже такая маститая спортсменка можете наверно сказать не пойду я сегодня на тренировку как у вас этот режим быстро я всегда хочу идти на тренировку толк это первое важно чтобы тренеру слышал что я всегда хочу идти на тренировку так а когда че как часто вас тренировки но сейчас получается у нас понедельник всегда пятница понедельник всегда пятница это после школы да как получается да вот и сколько идет тренировка у вас но у них по два часа и еще у них в пятницу дополнительным уроком хореография и воскресенье дополнительным уроком акробатика то есть вы наверное можете и просто танцевать без спорта красиво правда но если есть хореография да когда подрастете будет самым лучшим таким танцором вообще музыку любите до движения любите или уже надоело потому что это все время надо этим заниматься иногда хочется просто полежать поваляться правда хочется хочется все скажите сейчас нас смотрят чтобы мы ни в коем случае не забыли а как вам вообще попасть что для этого нужны какие-то особенности или просто можно через госуслуги куда-то записаться как про процесс происходит нет к ну во первых к нам попасть может любой ребенок абсолютно то есть в младшем возрасте я принимаю всех нет никакого отбора а когда детки постарше уже 7 8 9 лет тогда я уже как бы смотрю на уровень подготовки да то есть у нас есть также группа оздоровительной аэробики то есть есть попроще чуть попроще то есть сначала ребенок может находиться в группе оздоровительной аэробики если у него будет получаться я вижу что ребенок талантлив я могу перевести в группу спортивного совершенствования то есть там где детки уже работают более серьезные элементы и были ну нагрузкой более серьезно да 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 находимся мы в спортивном клубе аврора фитнес сейчас тренируемся и также несколько раз в неделю в любилецком фоке диски ну то есть есть возможность да услышал я думаю что при желании вас найдут посмотрят нас еще у нас есть свой сайт можно там если набрать надежда и робики то надежда и робики забыть название вот но и лица они явно надежда и уже даже надежда уже вера в и робику потому что столько медалей ну а что родители теперь говорят вам как как отмечают ваши медали ну ну когда вот я соревнований приезжаю они мне у нас то получается так коридор и сразу турник конечно и туда получается вешает поздравлялки сколько у меня мест столько и медалей сама сайте на весь дом уже в медалях да вот молодец ну и такой вопрос а вот сколько можно на такими что аэробикой можно что называется пожизненно заниматься до спортивной можно но а вот в спортивном смысле какое развитие дальнейшее может быть такое участие до какого возраста проходит соревнования у нас у нас есть возрастные категории 18 плюс то есть там выступает спортсмены старше 18 лет члены сборной команды россии у нас есть и с нами работают то есть на чем еще они работают до 18 плюс уже приходите нам туда через какой-то там десяток лет да посмотрим как вы будете уже плясать по-новому да с новыми какими-то эмоциональным задором напомню что речь у нас сегодня идет о спортивном клубе надежда аэробики причем во множественном числе надежды аэробики городского округа люберцы мастер спорта россии по спортивной аэробике ксения степана сосновская руководит этим клубом у вас даже так удобно все сделаны и фамилии имущества сразу написаны и а у вас тоже написано да да у нас всех здоровым ну прекрасно мы сейчас с а не рябининой которые напомню 7 лет и она уже обладает сколько всего медали то в количественном посчитали 70 я сейчас чуть в обморок не упал спортивный 70 медалей у ребенка которому 7 лет прекрасный финал первого отделения мы сейчас попрощаемся с анной рябининой семилетней спортсменкой у которой на каждый год уже по и получается да по 10 медалей можно разделить так на 7 лет вот желаем вам творческих успехов да а дальше к нам присоединится еще одна участница воспитанница клуба надежда аэробики дождитесь продолжения программы открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня говорим о спортивной аэробики так хочется пуститься в пляс спортивный но это лучше делают наши гости потому что у нас мастер спорта россии по спортивной аэробики человек который в люберцах пропагандирует этот вид спорта и главный тренер отделения спортивной аэробики спорт клуба надежда аэробики городского круга люберцы ксения степана сосновска по-прежнему с нами и к нам сейчас присоединилась светлана шарова воспитанница клуба надежда аэробики все правильно сказал здравствуйте тогда сразу же вы тоже с медалями не тяжело не болит шея спина количество медалей еще чуть-чуть еще чуть-чуть взяла все болело бы сильнее я спросил перерыве сколько медалей ребенок даже не знает сколько так много что не сосчитать вы когда пришли то вы рубику тысячи восемнадцатом году получается скоро закончится 2018 до получается пять лет уже в этом деле за пять лет столько медалей а вас кто привел или вы сами сказали хочу привести пара наприла да а где вы нашли девочку пускай она расскажет очень близко в домах и я занималась на площадке и ксения степана меня увидела и пригласила к себе в клуб ух ты это прямо как в сказке а вы не поверили сначала потом пришли все-таки посмотреть что это такое да нет я как раз больше захотела моя мама не хотела мама не хотя почему она не хотела не знаю теперь все нормально все хорошо уже я думаю что на ребенка такие медали то любая мама уже захочет то есть к сейсов вы даже может так вот на улице ребенку предложить если вы дай на еще видели что возможности какие-то есть то есть девочка подготовленная такая была я так часто выбирают детей проходя на улице да то есть если я вижу что ребенок а что должно быть такого к это гибкость подачу наверно активный должен быть ребенок просто как бы просто приглянулась девочка и я решила ее пригласить то есть направить ее в правильное русло дальше уже дело техники что называется так очень хорошо ну и тогда стана скажите нам и вместе конечно с ксении потому что речь идет все таки не просто о спорте да когда там нужно подтягиваться нужно плыть футбол нужно играть мячи забивать а вас как бы как под фигурном катание то есть есть и техника есть еще до артистизм какой-то народный без этого как программе готовитесь вот расскажите о последней программе своей что туда входит потому что вы что же хореографии на на занимаетесь да в моей программе пока 9 11 со следующего года я буду что да 14 переходить это поможет не цели 9 на 1 х так у меня там переходы элементы нужные по возрасту которые бизнеса должны быть программе дать есть обязательный лимент есть дополнительные их можно выбрать прыжок какой-нибудь должен быть или что или каком не там разный там можно выбрать например между каким-нибудь вращением и прыжком можно выбрать это дополнительные только элементы Есть обязательные, которые надо, чтобы они были в программе. И выполнить их надо чётко, да, там всё отчитывается. Если что-то не выполнишь, там, споткнёшься обо что-то, ну, там, ноги где-то не соберёшь, то это сбавка будет. Сбавка, видите, ещё одно слово, да. Вот это профессиональные уже словечки пошли, сбавка, красивое слово. Ксения Степановна, ну, а вот как программа готовится? Тут же ж надо выбрать ещё, наверное, музыка ж как бы не самый очень важный элемент в этом плане. То есть как бы сначала, если это сольное упражнение, я ищу подходящую музыку именно для этого спортсмена. То есть чтобы передать именно движение в музыке именно данного ребёнка, чтобы подходила музыка к определённому ребёнку. А, то есть вот не просто так музыка, а именно, да, подход. Не просто так. Потом мы просто подбираем дальше, помимо музыки, цвет костюма. Купальник шьём определённо гимнастически, тоже под музыку определённо накладываем, чтобы было в целом композиция. И что более выразительный был ребёнок, то есть как бы ещё в более старшем возрасте разрешается у нас добавить ко всему этому и макияж только с 12 лет. Вот это вот эти вот... Да. Но это позже, то есть как бы... Чуть попозже будет. Чуть попозже, да. Пока своим приходится обходиться, да. С Нового года можно будет ещё и это как бы использовать. Красота. Ну и элементы также выбираем под каждого определённого ребёнка конкретные. То есть как бы если кто-то обладает более прыгучестью, мы ставим элементы на прыжки. Ну да, у каждого есть свой как бы конёк. Более гибкий, то да, на гибкость больше там. А что вот больше подходит Светлане? Ну, Света у нас разносторонняя. Да. Она и гибкая, и прыгает, и гибкая, и... То есть у неё из всех возможных вариантов стоят элементы и прыжки, и на прыжки, и на гибкость. А вот когда музыка выбирается, вам навязывает тренер музыку? Или вы тоже можете сказать, что не, я под эту музыку не хочу, ищите мне другую? Или вы можете предложить, как у вас это выстроено? Ну, мы тоже ищем музыку, родители, мы ищем... Все бедные ищут музыку. Мы все втроём согласовываем. То есть как бы родители, я и спортсмен. У нас даже было то, что мы с мамой с её согласны на... А спортсмен говорит, не хочу. Да, она говорит, не хочу, не нравится. Мы искали другой вариант. Вот сейчас мы ей выбрали, пока будем держать в секрете... Да, не надо раскладывать. Новую музыку на возраст 12-14 лет. То есть сейчас начнётся работа, да? Уже идёт работа, готовится новая программа. То есть как бы ей нравится, нам нравится, когда троим нравится. Надеемся, что будет цель. А вот, Свет, скажите, там же подготовка должна быть. Одно дело там плясать, танцевать, конечно, там можно музыку выбирать. Но надо, наверное, прыгать, бегать, я не знаю, какие-то физические упражнения всё время делать отдельно. Да, это сложный такой этап? Ну да, конечно, надо иметь, ну, каркас мышечный, чтобы делать элементы, подтягиваться. Это надо качать руки для некоторых элементов. И подтягиваться умеете? Да. То есть не каждый мальчик умеет подтягиваться? Давайте так честно скажем, а вы? Мой рекорд 23 раза. Слушайте, рекордсменов проявили по медалям, по рекордам. А знает, вы же в школе же учитесь, правильно? Они знают, что вы можете 23 раза подтянуться? Наверное, учитель физкультуры просто в восторге. Не знаю. Не знают, секрет? Всё, мы раскрыли тайну. 23 раза. А зачем девочкам подтягиваться? Ну, для силы. Для силы. То есть у нас нет конкретной цели увеличить количество раз. Просто у них очень большое количество УФП, упражнений на общую физическую нагрузку. То есть они отжимаются, пресс качают, то есть спину, руки, ноги, подтягивания. Ну, так посмотришь на Светлану, никогда бы не подумал, что она так легко подтягивает. То есть опресс, наверное, там тоже, да, легко. Всё время этим занимаетесь. Там берёзки вот эти все, наверное, да, да, да. Видите, автоматически руки пошли. Вот, вспомнил. Потому что я, например, для меня подтягивание-то было очень сложно. Я больше играть любил в футбол, в волейбол, в гадбол. Вот там мне было хорошо. Но теперь о вас. Ксения Спана, а как вот население, понятно, молодёжь и так далее, существуют же, наверное, потребности у людей другого возраста, которые тоже могут, ну, чуть-чуть как бы что-то там танцевать. Ну, ездят там, раньше ездили много за рубеж всякие, помните эти, в Турции там с ними что-то какие-то упражнения делали. То есть вы занимаетесь исключительно детьми, да? Ну, я занимаюсь исключительно детьми, то есть как бы Светлана одна из самых старших практически спортсменов. Есть у нас ещё несколько девочек такого же возраста, но более старшим возрастом я не занимаюсь. Хотя многие родители, да, конечно, многие родители и хотят, говорят, а с нами можно с нами один? Хотят, да, наши мамы очень талантливые, они всё время составляют на выездных соревнованиях свои упражнения. А, да, что ли? Ну, то есть у нас всегда и пошли. И на суд проходят очень интересно, то есть родители очень, сын энтузиазм относится к данному виду спорта, им тоже очень нравится. Они сами что-то придумывают, выдумывают, горят с желанием. Ну, мне кажется, что это такой вид спорта, конечно же, он для разных возрастов, просто у каждого своя специализация. Но он действительно помогает не просто спортом заниматься, да, а ещё и танцевать. Наверное, бывают моменты, Свет, скажите честно, что музыка уже вот тут сидит, потому что 150... Сколько раз вы под неё тренируетесь-то? Ну, года два до одного композитора. Миллиарды. Миллиарды раз, то есть вам кажется, боже ты мой. То есть, наверное, когда вы потом через какое-то время услышите её случайно где-то, у вас сразу такое, наверное, происходит. Но на соревновании надо быть лучше. Вот давайте расскажите, я вижу у вас здесь, опять же, часть медали, которую вы принесли. Вот как я и Ивана спрашивал, для вас какая? Помните свою первую медаль-то? Нет, конечно. Нет, конечно. Хорошо, но какая из последних самая такая вам сложно далась? Вот вы прямо счастливы были. Или вы так вышли, медаль заработал, да и пошла себе домой? Ну, медали так не зарабатываются. Ну, самую прям... Есть от собой на вас? На Викубок, в городе, в Смоленске. Да, просто... Последние вот сейчас они были в Смоленске. Что, в 20-е у вас, да? В Смоленске. В Смоленске. В Смоленске. В Смоленске, второе место, да, в Соло? Ищут, ищут. Вот у меня разные варианты. Это единички, двойки. Первое место в Смоленске в тройке, второе место в Соло и второе место в группе. То есть это в одном соревновании вы успели в трех поучаствовать, да? Ну, да. На трех номинациях выступают Соло, Трио и группа. Вот я, Ваня, спрашиваю, наверное, все-таки, когда сама выступаешь, проще, чем в команде-то? Нет, иногда бывают программы сложнее, легче где-то. Не, ну, а потому что когда в команде, уже зависишь-то от подруг, и подруги, если что-нибудь не так сделала, скажут, ты виновата, что мы проиграли, правильно? Ну, да. Тихонько. Тренер-то, конечно, не будет об этом знать. Или у вас командный дух, все хорошо. Вы подходите по плечу, похлопываете, ничего страшного, в следующий раз возьмем золото. Когда как. Да, когда как, понятно. Ну, девушка 23 раза подтягивается, это уже серьезный аргумент. Но если говорить серьезно, Ксения, скажите, что дает детям, вот, во-первых, глаза, спортивные возможности, настроение, я вижу. А что еще дает спортивная аэробика ребенку? Ну, у них очень широкий круг общения, большая команда, много друзей. Также мы путешествуем по городам России. Надеюсь, скоро и дальше поедем, если границы нам откроют, участвовать будут. Возможность. Ну, то есть, как бы, командный дух и много друзей, общения, путешествия. Ну, вы уже давно, да, присутствуете, вот, правда, говорит тренер, да? Да. А в городах-то вы что, наверное, в город приехали, сразу на тренировку, какой там город-то посмотреть? Или можно пройтись, посмотреть? Ну, можно пройтись, конечно. Мы иногда экскурсии организовываем. Экскурсии даже много. Ну, давайте мы сейчас попрощим Светлану, мы уже заканчиваем нашу программу. Свет, а вот сейчас какая-нибудь девочка смотрит, которая, ну, что-то что-то слышала про аэробику, и вроде как хочет пойти, вот, что бы вы ей посоветовали? Ну, посоветовала. Прийти? Подумать ли перед своим решением. Так. Потому что, ну, вот она захочет потратить на это свое время, а потом так раз и уйдет. Да, потратит на это, может, потратить на это свое время, и может потратить на что-то другое. Понятно. Ну, бывает же так, что приходят и уходят, да? Остается только кто? Самые сильные, самые надежные. И медаленосные, так скажем. Я бы сказала, целеустремленные. Целеустремленные. То есть дети, которые себе задачу сами ставят, тут уже, наверное, даже родители не могут повлиять. Есть дети, которые маленькие и с поставленной целью. То есть они идут вперед. То есть их просто так не сломишь, правильно? Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня нашими гостями были представители такого приятного на слух вида спорта, как спортивная аэробика, мастер спорта России, Ксения Степановна Сосновская, основатель спортивной аэробики в Люберцах, главный тренер отделения спортивной аэробики, спортклуба «Надежда аэробики» городского округа Люберца, Светлана Шарова, воспитанница клуба. И в первой части у нас была Анна Рябинина. Спасибо вам большое. Вам удачи, успехов. И еще больше не дали. А это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»